Любимая рубрика пресс-релизы в СИН Любимая рубрика в СИН Всегда, всегда празднуют, но что-то в этот раз скромно Хороший праздник-то, день бухгалтерской службы уголовной исполнительной системы Почему-то неактивно очень праздновали Я не знаю, что у СИНа лично мог бухгалтерия, но праздновали неактивно Вот ставлю вам, вообще бухгалтеров надо любить Счастья, благополучия, мира не пожелали Вот оно В республике Бурятия В следствии за альтером номер один осужденным рассказали о жизни и творчестве Льва Толстого Лекция на тему «Лев Николаевич Толстой и его семья» Могу себе представить, семейка, конечно, была еще адом, ста еще Но, я думаю, не все им рассказали Увлекательный рассказ о малоизвестных аспектах личной жизни Льва Николаевича Толстого Одного из самых знаменитых писателей мирового масштаба Трижды номинировано на Нобелевскую премию, включая премию мира Ты говно, Ваня, докладчик, товарищ ФСИН Пять раз Лев Толстой был номинирован на Нобелевскую премию В 1902, в 1903, в 1904, в 1905, и вы не поверите, в 1906 годах Трижды по литературе В первом году, во втором и в девятом Он входил в список номинированных на Нобелевскую премию мира Но лауреатом не был никогда, ни разу Осужденные выразили благодарность громкими аплодисментами Подчеркивая значимость проведенного мероприятия Где им наврали, как обычно 8 октября 1906 года Лев Толстой аккуратненько выразил свое категорическое нежелание Стать обладателем Нобелевской премии по литературе Как дело было? Вообще дело было очень интересно Считается, что Лев Толстой отклонился от Нобелевской премии По идеологическим соображениям Несмотря на то, что он вел вполне себе благополучную жизнь У него было здоровье, семья, достаток Признание трудов при жизни, уважение, почитание Как раз в этот момент у писателя случился духовный переворот И он стал воспринимать материальные блага Как неизменное зло А деньги от премии считал бременем По этому поводу есть нищебродская песенка Жена его Софья Андреевна обратно любила поесть Она босиком не ходила, хранила дворянскую честь Ну ладно, там, в общем, короче Закончил все как обычно в этой прекрасной песне электричной Подайте ж, подайте ж, славяне, я сын незаконный его Ну, создавал как раз толстовство, когда отказывался от всего И он очень аккуратно выразил свое нежелание иметь никаких премий В письме к своему финскому знакомому Он был писатель и переводчик Арвирд Ярнефейд И в нем, в этом письме, Толстой попросил Арвида Сделать так, чтобы его вообще исключили из числа номинантов Вот письмо Большая к вам просьба, милый Арвид Прежде всего, чтобы никто не знал того, что я пишу вам А просьба вот в чем Бирюков сказал мне то, что, по словам Конния, может случиться Что премию Нобеля присудят мне Если бы это случилось, мне было бы очень неприятно отказываться И поэтому я очень прошу вас, если у вас есть, как я думаю, какие-либо связи в Швеции Постараться сделать так, чтобы мне не присуждали этой премии Может быть, вы знаете кого-либо из членов Может быть, можете написать председателю Просеву этого не разглашать Чтобы этого не делали Прямой отказ, считал Толстой Выглядел бы, как гордыня И он не хотел афишировать даже свое нежелание принимать в этом участие Ну вот так Ну, пойдемте дальше читать пресс-релиза Уфсин России по республике Бурятия Давайте сначала начнем с фотографии Ну и, конечно, наша викторина Как вы думаете, вот что это за мероприятие? Вот смотрите Дамы в кокошниках А на переднем плане, видимо, вокалистка в красном Что бы это значило? Что это может быть? А это творческий номер Я твой сын, Россия Вот это вот в кокошниках в красном Я твой сын, Россия В колонии поселения номер три Участники конкурса представили свои творческие произведения Созданные собственными силами Женская колония, да? Я твой сын, Россия Тематика работ была посвящена любви к родине И каждый участник вложил частичку души В свое творчество Работы отличались разнообразием И глубиной содержания Отражая искреннее чувство авторов Можно нам еще раз авторов показать? Мероприятие привлекло значительное количество участников Еще раз, это называется Я твой сын, Россия Стремящихся выразить свою любовь К стране через искусство Основная цель подобных конкурсов Заключается в организации полезной занятости осужденных И в развитии у них нравственных и патриотических качеств Анна Шумова пишет Одни сыны и по тонкому льду ходят Это бухгалтиши празднуют Я твой сын, Россия Чарли Дерша А вот еще одна фотография На этот раз это УФСИН России по Калужской области Ну вот хорошо Вот здесь фотография Сидит женщина на скамейке А в руках книга Причем сидит, судя по всему, летом А вообще-то Вообще-то ПС Релиз говорит, что это сейчас происходит в ноябре Не в Калуге, снег В Калуге Вот сейчас она сидит Вот прямо сейчас Тоже знаете, что это такое? Это тоже Конкурс Я твой сын, Россия Покажите еще раз нам сына Я твой сын, Россия И вот что пишет В целях реализации основы государственной политики По сохранению и укреплению традиционных Российских духовно-нравственных ценностей У осужденных в ИК-7 У Сын России по Калужской области Прошел первый этап творческого конкурса Я твой сын, Россия В рамках конкурса Осужденные женщины Так и пишут Представили свою работу в пяти номинациях Бу-бу-бу-бу-бу Перед сотрудниками воспитательного отдела Стал сложный выбор Так как каждая работа была интересна по-своему Отличалась оригинальностью И желанием выразить чувство раскаяния За то, что о своей родине Приходится говорить из мест лишения свободы И в первую очередь благодарной стране За возможность получить прощение Как сын, как русский О, кстати, как сын, как русский Поэтическое произведение Собственное сочинение Одно из таких осужденных Легло в основу видеоролика Пронизанного чувством гордости за то Что в ее документах В графе происхождения Написано Русское У нас есть графа происхождения Если есть графа происхождения Написается из крепостных Из дворян А русское это национальность Это не совсем происхождение Ну да ладно Сын Сын Может быть Вот из любого места Правда Вот такой сын Уфсин России по республике Дагестан В рамках реализации Основ государственной политики По сохранению и укреплению Традиционных российских Духовно-нравственных ценностей Для сотрудников ИКУ ЛИУ-4 По республике Дагестан Провелекцию о значимости Русского языка В современном мире А также По недопущению Искажения Норм русского языка Сотрудникам Головно-сполитетной системы Рассказали Об этимологии И правилах орфографии Об использовании Буквы ИКРАТКОЕ При по-описании И значении Чистоты русской речи Употребление ее Без нецензурных слов И выражений В ходе проведения мероприятия Работниками была организована Настольная Книжная выставка Вот она, видимо Это настольная книжная выставка Когда вы кладете книги на стол Это настольная книжная выставка Значимость русского языка В современном мире Состоявшая Из печатных изданий Раскрывающих становление И развитие русского языка А также разнообразные Словари Открывающие богатство русской речи За это надо выпить Когда одна маленькая Но гордая птичка Отрывалась от коллектива Мое любимое На сегодня В республике Алтай В торговом павильоне Исправительной колонии Строгого режима Учтите, что В колонии строгого режима Обычно бывают торговые павильоны Так вот В торговом павильоне Прям что только не узнаешь В торговом павильоне Исправительной колонии Строгого режима А в Синроссии Преспублики Алтай Прошла выставка Ярмарка для сотрудников И членов их семей Выставка Личному составу Предложены свежие А главное натуральные продукты Свежая выпечка Хлеб, сало Полуфабрикат Пельмени, манты И горящий шашлык Еще раз Это выставка Выставка для сотрудников Помимо продуктов питания На выставке-ярмарке Представлены Непродовольственные товары Изделия из дерева Швейные изделия Сувенирная продукция Мне очень нравится Эта выставка Дай бог здоровья Господи Каждый день бы на такую выставку Ходил Честное слово В чате написали Дьюти-фри Дьюти-фри Это выставка товаров Дьюти-фри Да Ой, я на шуму напомнила Лайки ставим Действительно Действительно Республика Калмыкия Для осужденных Состоящих на учете В Уфиц Организовано Профилактическое мероприятие Здесь Несовершеннолетние Осужденные Состоящие на учете В уголовном исполнительной инспекции Посетили выставку Трофейного вооружения Стран НАТО Собрана В ходе Специальной военной операции Дальше я смотрела Очень внимательно Пытаясь найти Какое-нибудь Какое-нибудь вооружение Где-то там Сзади что-то стоит Это мероприятие Стало важным шагом Вот видите Мероприятие В программе Реабилитации Социальной адаптации Позволяя участникам Увидеть Наглядные примеры Истории И техники Данное мероприятие Проводилось В целях Патриотического Воспитания осужденных В Уфсене России По Удмуртии Проверили все книги На наличие Экстремистских Идеологий Это была Внеплановая проверка Литературы В том числе Религиозной Фотография Сверх проводилась Сверх проводилась Путем Слечения Изданий Включенных Федеральный список Смейских материалов С печатными Изданиями Находящихся В подозреваемых Обвиняемых И осужденных В библиотеках Молельных комнатах А также В общежитиях Отрядах Учреждения И камерах Следственного изолятора Пум 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 В результате Проверки Издания Включенные В перечень Не выявлены Ну все уже Слава тебе Господи Обезьян без усов Ольга Вы не правы Когда кладешь Книги Это выкладка А выставка Когда ставишь Это смотря Какая дверь Ежели эта дверь Приложена То она прилагательна Согласна Согласна Проверили книги На наличие закладок Закладка из книг Это библиотека Слушайте Я обожаю наш чат Раньше закладки Были в книгах Хотя вон что У всех России Любимые По Чеченской Республике Сотрудники Уфсин России По Чеченской Республике Приняли участие В передвижной Выставке Приуроченной Ко дню матери Выездная Однодневная Выставка Из фонда Комплекса Комплекса Славы Славы Имени А.А. Кадырова Приурочной Ко дню матери В рамках Мероприятия Отмечено Что живопись Два жанра Неотъемлемые Составляющие Классического Направления Изобразительного Искусства Которые Были объектными Поисками Вдохновения И восхищения Большинства Художников На протяжении Тысячелетий Нельзя не согласиться Сотрудники Главной Системы Региона Подчеркнули Что участие В подобных Мероприятиях Способствует Совершенствованию Дравственного И эстетического Воспитания День матери Натюрморта Я не знаю Я не могу Не вспомнить Главную мать Чечни На самом-то деле Зареву Мусаеву Полиц заключенную Как-то она Не была упомянута Никак Зареву Мусаеву Чеченка Постоящая Чеченская мать Давайте напишем Адрес Куда писать Зареву Мусаевой Которая Пострала только за то Что у нее Совершенно Прекрасные Сыновья Уфсин России По Волгоградской Области В музее Заповедника Сталинградская Битва Состоялось Подведение Итогов Фотоконкурса Мама В погонах Организованного В рамках Года семьи В России Естественно Семь из представителей Прекрасного пола Бороли за звание Главной Мамы В погонах Можно нам Общую фотографию По итогам Голосования Представительницы Уголовно-исполитной Системы Волгоградской Области Стали дипломантами Фотоконкурса Вот они Все Мамы В погонах Семь из Поменьше Здесь Вроде Вместе Написали адрес Все туда И Павел Мельников И Ваня Наш Написал адрес Мусаевой Заремы Абуезитовны У Павла Более Ёмко Да У Павла Более Ёмко Новосибирская Область Жен Советом Следственного Изолятора Номер 2 Был организован Поход в боулинг Для сотрудников Учреждения Женщин с детьми Приуроченной К празднованию Дня матери Вот Красивая фоточка Женщины Сходили на боулинг Написали Пресс-релиз Молодцы Сходили на боулинг В честь Дня матери И опять же Галочка В мероприятиях Перский край Загадочный Пресс-релиз Загадочный Мы ничего не поняли А что поняли То звучит Еще более загадочно Психологи Психологической Лаборатории ИК-10 ГУФСИН России Провели Отбор Кандидатов На службу В уголовную Сполитную Систему То есть Судя по всему Они Как написано То есть Они отбирали Из осужденных Сразу Психологов Кандидатов На службу В УИС Видите Психологи Психологической Лаборатории ИК-10 Провели Отбор Кандидатов На службу В уголовную Сполитную Систему В исправительной Колонии номер 10, расположенной в поселке Всехсвятское Чусовского района, психологи еще раз провели отбор кандидатов на службу ВУИС. Видимо, заключенных. Из кого еще? Вот-вот кандидатов. У ФСИН России по Тверской области. Тут тоже женская зона. И очень красиво. Тут надо читать все. Тут, знаете, с песен слов не выкинешь. Сотрудники ветераны женской ИК-5 отметили 166-летие. 166 лет. Со дня образования учреждения. Торжественное мероприятие. 166 лет. Женской колонии. Большой праздник. Сколько выпускниц. Какие счастливые глаза. Какие прекрасные лица. 166 лет. Торжественное мероприятие прошло в Вышневолодском драматическом театре. Начальник ИК-5, полковник ДУЖНИ Службы, Анна Смирнова, поздравила всех присутствующих с праздником. Пожелала здоровья и благополучия. Она отметила, что коллектив учреждения по-прежнему остается дружным. И в своей работе следует традициям, заложенным ветеранами. Видите, какие радостные, счастливые лица ветеранов. Добивается больших успехов в служебной деятельности. За многолетний добросовестный труд. Все 166 лет. За активное участие в работе общественных формирований. Ветеранам были награждены ведомственными медалями, почетными грамотами. Благодарственное письмо от руководства учреждения было вручено родителям младшего сержанта внутренней службы Марии Мельниковой за воспитание дочери. Девушка пришла в службу ВК-5 сразу после окончания школы. Надо же, какая молодец. И зарекомендовала себя старательной, дисциплинированной и неравнодушной сотрудницей. Прекрасным подарком коллективу стал спектакль в исполнении актеров Вышневолодского драматического театра. Потрясающий праздник. 166 лет. Женской колонии в Вышнем Волочке. Виктор Львит. Спасибо за донат. Гусин России по Челябинской области. Ай-яй-яй-яй-яй. Никто вам этику не преподавал. ВК-5 Гусин России по Челябинской области. Что? Что случилось? Не стал стуж. Но, слушай, выдаешь. Состоялся ежегодный конкурс. Ежегодный! Ежегодный конкурс. Мисс Толстушка. Мероприятие целого с трех этапов. Приветствия, домашние дни и дефиле. Традиционное мероприятие становится одним из самых ярких и долгожданных событий года для осужденных женщин. Своими выступлениями они снова и снова доказывают жюри и зрителям, что пресловутые 90-60 на 90-е это всего лишь навязанные стандарты, а настоящая женская красота измеряется не сантиметрами-килограммами, а количеством обаяния, юмора, таланта и доброты. Обаятельные толстушки творчески и креативно рассказывали о себе и демонстрируют свои многочисленные таланты. В результате совещания члены корпусной комиссии присудили победу яркой участницей по имени Наталья, которая поразила всех не только своими художественными способностями, но и невероятной харизмой. Магаданская область замначальника Сергея Сверяков и сотрудники исполнительной системы Магаданской области в рамках проекта Государства Знания посетили лекции Центра исследования проблем безопасности Российской Академии Наук. У Российской Академии Наук есть проблемы безопасности, Судя по всему. Судя по тому, что здесь написано. В Российской Академии Наук есть проблемы с безопасностью, и поэтому их посетили сотрудники ФСИН. Так написано. Константин Владимирович провел для колымчан два выступления, в которых рассказал об основке в мире, угрозах для нашей страны и роли России в экономических и политических отношениях. Я бы хотел послушать. У ФСИН России по Перскому краю в Перской воспитательной колонии состоялось торжественное вручение знаков отличия «Готов к труду и обороне» ГТО. Вручают воспитанникам ГТО. В текущем году ребята достойно сдали нормы ГТО. 38 человек получили знаки отличия. Из них три золотых знака. Это огромное достижение. Готов к труду и обороне. Обороне особенно. В УФСИН России по Перскому краю ветераны краевой туберкулезной больницы номер 17 посетили постоянно действующую экспозицию ИК-1 в городе Селикамск, посвященную истории развития пенитациарной системы при Камье. Экскурсию для ветеранов провел зампредседателя Совета регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов уголовно-исполитетной системы по Перскому краю, почетный работник уголовно-исполитетной системы. Вот какая прекрасная экскурсия. Обратите внимание. Сидят пожилые женщины среди портретов. Рассматривая портреты руководителей и ветеранов уголовно-исполитетной системы Пермского края, экскурсанты находили знакомые лица на стендах экспозиции и вспоминали свои годы службы в уголовно-исполнительной системе. А по окончании мероприятия каждому ветерану вручили сертификат почетного посетителя экспозиции. Фотографии на стене. Вот еще загадочный пресс-релиз. То есть я хотела бы понимать, что здесь происходит. У ФСИН России по Брянской области. В рамках федерального оперативно-профилактического мероприятия «Нет ненависти и вражде» Важная профилактическая беседа состоялась в образцовом вокально-хореографическом ансамбле «Альянс». Еще раз. Вот есть вокально-хореографический ансамбль «Альянс». Он почему-то образцовый. Ну, хорошо. И в нем прошла важная профилактическая беседа «Нет ненависти и вражде». А при чем здесь ФСИН? А потому что беседу про «Нет вражде» в ансамбле вокально-хореографическом провел замначальника отдела исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера уголовно-исполнитель инфекции. Э, инспекции. Извините. Так и есть. То есть тюремщик приходит в вокально-хореографический образцовый ансамбль и проводит с ними профилактическую беседу, чтобы они там «Не дай бог, там что там это, по пьяни, там это, не того». Кроме того, чтобы два раза не вставать, он же обсудил в ансамбле образцово-показательном тему «Скажи, нет наркотиков». Ну, я же говорила, что по пьяни ничего не случилось. В центре стоит лектор, видимо, да. Который пришел в ансамбль и сказал «Скажи, нет наркотиков». УФСИН России по Пермскому краю. Старшим инспектором филиала по Чердонскому району уголовно-исполнительной системы Николаем Черных проведена родительская встреча с ребятами из Чердонского детского сада, в ходе которой старший инспектор рассказал о своей сложной профессии и о необходимых для сотрудника качествах. Вот видите, какая профориентация прямо из детского сада. Николай Черных отметил, что каждый сотрудник обязан быть в отличной физической форме и обязан каждое утро делать зарядку. И по окончании рассказа о своей профессии представитель инспекции уголовно-исполнительной системы провел с ребятами утреннюю зарядку. Ну, как с зэками, они же там на плацу-то каждое утро. Вот что, пусть детского сада, конечно, пусть привыкает. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ